Привет, любимый зритель канала Правильный Выбор! В этом выпуске я решил поделиться с тобой рейтингом лучших моделей роботов-пылесосов стоимостью до 10-15 тысяч рублей. На первое место гордо становится модель от марки Ницвор. Внешне выглядит как самый классический и уже знакомый нам всем робот-пылесос в цилиндрическом корпусе. Особых дизайнерских изысков в стиле лакшери здесь нет, но глянец верхней панели выглядит приятно. Производитель сразу же завлекает нас с тобой высокой мощностью всасывания, которая оценивается в 6000 паскаль. Такой эффективности инженерам удалось добиться за счет применения бесщеточного двигателя Nidec. Ест мало, шумит тоже относительно немного, долговечен. Для повышения автономности в эту модель установили огромную батарею емкостью 5200 мАч, что позволяет роботу самостоятельно кататься по всей квартире или дому в течение двух с половиной часов. Таким образом, за один заезд пылесос может обработать примерно 250 квадратных метров. Чтобы нормально ориентироваться в пространстве, в модель установили многочисленные датчики и гироскоп. Также разработчики предусмотрели возможность падения с лестницы и установили датчик высоты. Так что все места с глубоким дном робот благоразумно обойдет стороной. Собрать пыли робот сможет до 600 мл, столько составляет объем контейнера. Имеется и функция мытья пола. Реализована она здесь, как и на многих недорогих моделях, с помощью отдельного контейнера для воды емкостью в 350 мл и подвешенной тряпочкой. То есть, тряпочка смачивается, робот ездит и лозит ей по всему полу. Степень подачи воды можно гибко регулировать при помощи приложения. Собственно, в приложении можно выбрать много чего. Режимы, силу всасывания, места для уборки или наоборот ограничения, а также задать расписание. В целом, стандартный набор функций для среднестатистического робота-пылесоса. Что касается режима всасывания, то их всего 4. Можно установить самый тихий, чтобы поспать, а можно самый мощный для наиболее эффективной уборки. Для прямого управления предназначен дистанционный пульт. Конструкция пылесоса позволяет ему уверенно скакать через препятствия размером до 2 см. При этом сам он весьма низкорослый. Одна из самых тонких моделей среди всех роботов-пылесосов, его высота составляет всего 7,5 см. Надо ли объяснять, что под диванами и кроватями он чувствует себя как дома? Если управлять роботом не хочется даже через смартфон, можно интегрировать его в систему умного дома и подавать команды голосом. Модель дружелюбная и отлично работает со всей группировкой голосовых помощников Алиса, Алексой и помощником от Google. В общем, модель вышла довольно привлекательная, не только своей ценой, но и характеристиками. Популярна среди пользователей. Обойдется она примерно в 13 тысяч рублей. Если найдешь подходящий для себя робот-пылесос, то обязательно загляни в описании. Там я собрал для тебя все ссылки с ценами и информацией. А рядышком будет лежать промокод, который поможет немного сэкономить. Второе место достается модели от марки Redmond. В отличие от предыдущей, не может похвастать высокой силой всасывания. Она тут составляет 1200 паскаль. Внешне выглядит примерно так же, облачен в цилиндрический корпус. Ориентируется в пространстве на основе данных от 14 датчиков. Неплохо справляется с обоими видами уборки – сухой и влажной. Влажная реализована так же, как и в предыдущей модели, при помощи подвешиваемой салфетки и подаваемой на нее воды. Аккумулятор установлен не самый емкий для этого класса пылесосов – 2600 мАч. Тем не менее, его хватает на 2 часа непрерывной уборки. Управление роботом осуществляется непосредственно с дистанционного пульта. На нем есть небольшой дисплей и ряд кнопок, разобраться с которыми можно буквально в течение пары минут. С него же можно и запрограммировать пылесос на выполнение уборки по расписанию. Основную нагрузку на себя берет центральный вращающийся валик с щеткой, а помогает ему пара боковых вращающихся щеточек, которые подгребают весь мусор и пыль к основной щетке. Для работы предусмотрено 4 режима. В основном это те же, что встречаются в классических моделях роботов-пылесосов. Уборка по спирали будет эффективна на небольших, сильно загрязненных участках. Автоматический режим представляет из себя хаотичную уборку везде и всюду и пригодится для повседневного использования для самых разных площадей. Зигзаг будет наиболее удобен для уборки больших комнат. Ну а уборка углов заставит робота проехать всю комнату по периметру. Надежная и уверенная в себе модель, которая обойдется примерно в 15 тысяч рублей. Обязательно подпишись на канал Правильный Выбор, так ты всегда будешь первым узнавать об актуальных предложениях товаров из самых разных категорий. Ну и конечно, поддержи меня своим лайком и комментарием. На третье место становится модель робота-пылесоса от марки Polaris. Производитель гордится тем, что его модель умеет работать через Wi-Fi. Это значит, что ты можешь заставить робота начать убираться, находясь в любой точке мира. Для этого понадобится всего лишь смартфон с установленным на него фирменным приложением. Точность движения и навигацию обеспечивает специальная система Gira Insight. Модель успешно справляется с обоими видами уборки – сухой и влажной. Влажная, опять же, реализована в виде смачиваемой тряпочки, которой робот-пылесос елозит по полу. Для воды отведен контейнер объемом 250 мл. Батарею инженеры сюда установили емкостью 2600 мАч, которой хватает примерно на 2 часа уборки. Режимов тоже предусмотрено 4, и они уже знакомы нам по предыдущей модели. Это случайный маршрут вдоль стен автоматический и движение по спирали. Непосредственно с пылью и грязью борется основная электрощетка и парочка щеточек по краям. Эта модель будет стоить примерно 14 тысяч рублей. Четвертое место отдаю пылесосу марке Xiaomi. Производитель сразу же акцентирует наше с тобой внимание на относительно высокой силе всасывания в 4000 паскаль. Но вот емкость батареи для такой мощности не самая высокая – 2600 мАч. Поэтому непрерывно работать модель может чуть менее двух часов. Физический сбор мусора и пыли осуществляет прорезиненная основная щетка при содействии вращающейся боковой. Воздух, проходящий через пылесос, прогоняется через три степени фильтрации и выходит наружу, не имея в составе аллергенов и прочих мелких вредных частиц. Пылесос умеет проводить и влажную уборку, для этого ему установили специальный контейнер для воды, которая постепенно подается на специальную тряпочку, которой он и протирает пол. Степень подачи воды можно довольно гибко и точно регулировать. Управлять эффективно и удобно предполагается через фирменное приложение, а все свои действия он умеет озвучивать голосом. Неплохо сбалансированная модель, которая обойдется примерно в 11 тысяч рублей. Пятое место достается модели под маркой Timberg. Ничем особо уникальным эта модель похвастать не может, но при этом имеет весь необходимый минимальный набор функционала при хорошем балансе с ценой и качеством. Ориентируется в помещении благодаря гироскопической навигации. Успешно производит и влажную, и сухую уборку. Заряжен батареей емкостью в 2600 мАч, которой хватает примерно на 2 часа работы. Есть неплохое фирменное приложение с удобным и понятным интерфейсом. Уверенно преодолевает препятствия высотой до полутора сантиметров. При необходимости можно управлять роботом непосредственно с дистанционного пульта. Обойдется этот пылесос примерно в 12 тысяч рублей. Шестое место досталось пылесосу от марки Scarlett. Внешним видом никак не отличается от всех предыдущих моделей. Имеет точно такой же цилиндрический корпус. Внизу от наших глаз скрыта турбощетка, а две боковые щеточки видны и действуют вместе с основной. Не заблудиться в помещении роботу помогает 16 датчиков, с помощью которых он выстраивает довольно точные маршруты. Ты можешь установить ему уборку по расписанию в удобное для тебя время в фирменном приложении. Пылесос может быстро подружиться с Алисой, после чего команды ему можно отдавать даже голосом. Контейнер для пыли здесь установлен объемом 650 мл. Для подачи воды емкости не предусмотрено, но тем не менее возможность влажной уборки имеется. Для этого к нижней части корпуса подвешивается уже влажная накладка из микрофибры. Хотя тут и установлен аккумулятор на 2600 мАч, его хватает всего лишь на полтора часа непрерывной работы. Модель одна из самых доступных в моем рейтинге и обойдется примерно в 9100 рублей. Завершает мой рейтинг самая доступная модель от Thamto, которая обойдется примерно в 8000 рублей. При этом для своей цены обладает довольно приятными характеристиками и возможностями. Изучает веренное ему пространство при помощи гироскопической навигации и строит верный маршрут. Мощность заявлена на уровне 2200 паскаль. Работает он действительно эффективно. Для сухой и влажной уборки предусмотрели два разных типа контейнеров. Пылесос может подружиться с голосовыми помощниками Алексой или от Google. Батареи емкостью в 2600 мАч хватает примерно на 2 часа работы. Есть простое и понятное приложение для удаленного управления. В общем, простенькая, но эффективная модель за приемлемые деньги. Если нашел пылесос себе по вкусу, то загляни в описание. Там есть все ссылки и промокод для тебя. Подпишись на канал Правильный Выбор и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас пока приходи на следующий выпуск.